Итог Первой мировой войны для Австро-Венгрии был неутешителен. Некогда Великая империя была развалена на множество осколков. В нашем ролике речь пойдет об одном из наиболее амбициозных ее частей – Венгрии. В 1920 году вступил в силу Трианонский договор, который помимо определения точных границ Венгрии, также существенно ограничил численность венгерской армии, включая офицеров и нестроевые части. Армия должна была быть не более 35 тысяч солдат и также быть наемными, без авиации, без танков и тяжелой артиллерии. Однако в предвоенные годы венгерские фашисты стали на путь милитаризации экономики и развития, соответственно, военной промышленности. Это привело к некоторому подъему производства, а также к желанию Венгрии восстановления великой державы. Однако в данном прохождении мы не пойдем по пути фашизма, а попытаемся найти четвертый путь – путь объединения некогда великой Австро-Венгерской империи в единое государство. Ах да, всем привет, с вами Базилевс. Начинаем. Очень, конечно, хотелось бы создать Австро-Венгрию именно за Австрию, так как она, хоть и отказалась от наследия империи, все же является более логичным ее преемником. Вот, однако, парадоксы не удосужились прописать этому государству нормальные фокусы. Нашей славной державой при этом правит генерал-адмирал Миклош Хорти. На нашей стране, правда, висит жестокий, жесткий и жестокий дебаф Трианонский договор, который не только не позволяет нам использовать любую другую политику мобилизационную, кроме безоружная нация, но еще сверх этого ограничивает и без того скудный наш мобилизационный потенциал до половины процента от общей численности мужского населения. Но, правда, у нас, хочется отметить, неплохой генерал, но при этом довольно посредственный маршал. Достаточно мало заводов, но на первое время нам этого хватит, так как вооружать, в общем-то, нам все равно некого. Теперь по строительству. На нас висит также жесткий дебаф и на строительство военных заводов. Давайте сравним. Вот относительно дешевый военный завод будет готов к 16 мая 1937 году, а гражданский в октябре 36-го. Думаю, наш выбор очевиден. Как только мы получим нужное количество политической власти, я сразу, пожалуй, назначу начальником штаба Хуго Шони, который дает нам баф на атаку и позволит быстрее качать нам военную доктрину. Не стоит также забывать и профессиональный офицерский корпус, который позволит еще сильнее накапливать нам военные очки. 7 октября 1936 года по ветке нейтралов мы приглашаем Отто фон Габсбурга, который должен сделать нашу империю снова великой. За всю историю венгр, правда, довольно часто выставали против габсбургов, но думаю, что именно приглашение Габсбурга в Венгрию является абсолютно железобетонным и логичным. Браво парадоксы. Далее я решил пойти по пути войны с Австрией, чтобы снять Трианонский договор, начать массированное строительство вооруженных сил. Ну вот, фокус готов, и мы начинаем наш блицкрик против превосходящего противника. Объявляем войну Австрии, и у нас сразу же пропускается фокус. Во-первых, секретное перевооружение. И давайте обязательно посмотрим на наш шаблон. Я решил использовать 16-ю ширину фронта при поддержке артиллерии и разведки. Разведку мы потом поменяем, но сейчас нам нужна очень скорость от этого батальона, потому что в 100% случаях австрийец начинает жестко продавливать центр. Хоть мы и расширили призыв, людей все равно недостаточно, поэтому бодаться за эту клетку нет никакого смысла. И дальше мы просто, используя нашу скорость, будем пытаться обойти и окружить все силы австрийцев в самом начале войны. Наши кони сразу залетают в Вену, и пехота с юга прорывается в обход группы австрийцев, которые сами загнали себя в котел. В общем, можете брать эту тактику на вооружение, чтобы не забуксовать и вовремя закончить войну с Австрией. Далее мы подписываем мирный договор, присоединяем все территории и, наконец-то, прожимаем в фокусах реставрацию Австро-Венгрии. После чего пытаемся защитить Чехословакию. И тут играет, на самом деле, рандом. И самым лучшим вариантом будет добровольное присоединение Чехословакии. Нам в описании фокуса пишут, что если улучшить отношения, и если будет высокая напряженность, то чехи с высокой долей вероятности к нам присоединятся. Но перед записью ролика я решил опытным путем, так сказать, удостовериться в правильности описания данного фокуса. И пришел к выводу, что если вообще ничего не делать, то Чехословакия с большей долей вероятности присоединится к нам. А когда я улучшал отношения и, наоборот, ждал, когда же у нас повысится уровень мировой напряженности, то чехи либо вообще отказывались вступить к нам в страну, либо становились марионеткой. Парадокс? Благодаря воссоединению почти половины империи мы сумели нарастить промышленные мощности, а также получили крутого чехословацкого маршала на атаку. Усиливаем производство оружия и начинаем застраивать западную часть государства противовоздушной обороны и военными заводами. Далее я решил не отсиживаться и продолжить нашу экспансию и выбрал фокус на требования Трансильвании у Румынии. Предварительно, кстати, я улучшил отношения с Великобританией и Францией, чтобы они поддержали наши претензии в грядущем кризисе. Однако страны Антанты послали меня нахер и теперь нам предстоит война. После провала переговоров нам дают временный баф на скорость создания претензии. Но мы делаем претензию не на Румынию, как предполагается изначально, потому что Румыния кидает независимость Франции, а на Югославию, который уже в свою очередь кидает независимость Румыния. Таким образом мы одной войной попробуем забрать сразу две ключевые страны, которые нам необходимы для восстановления наших исторических территорий. Румыния и Югославия первыми идут на нас в атаку, причем прожимают всякие улучшения в армии. И я хочу отметить, что у них не такие и плохие шаблоны. Пробивать наших противников сейчас достаточно тяжело, но мы пытаемся пролезать в брешь и в обороне. И также в первую очередь я, конечно, сфокусировался на самом слабом противнике Югославии. На румынском фронте я попытался уйти в оборону, чтобы не тратить лишний раз снарягу. Однако на одном из направлений я все-таки совершил прорыв и очень сильно об этом пожалел, потому что группа могла оказаться в итоге в окружении и также испытывает проблемы со снабжением. Ценой больших потерь нам все-таки удалось прорваться к Адриатическому морю и закотлить даже югославскую группировку в горах. При этом одна наша дивизия даже прорвалась к Белграду и без сопротивления забирает необходимые города и села, пока наши основные части сковывают главную армию Югославии. Потери пока в нашу пользу, два к одному, но вот Югославия капитулирует и я хочу забрать все земли, кроме Македонии, которую я сделаю марионеткой. Настал наконец-то великий день для нашей державы, теперь все армии мы направим на подлую Румынию, а им надо было всего лишь отдать нам Трансильванию миром. Но на самом деле понятно, что нам в любом случае нужен отказ Румынии, чтобы все это проделать и в действительности я улучшал отношения с Великобританией и Францией, чтобы конечно же они нам отказали. Потому что когда я не улучшал с ними отношения, как правило, они поддерживали нас в этом кризисе, поэтому если вы хотите, чтобы у вас все пошло хорошо, делайте абсолютно наоборот. Парадокс? Ну вот, мы наступаем на Венгрию и наши войска довольно быстро выходят к Бухаресту и капитуляция этого уродливого детища Версальского договора уже не за горами. Правда, во время войны Третий Рейх потребовал от нас Судетскую область. Что ж, у нас есть немного времени подумать и закончить войну как можно быстрее, но я все равно боюсь, что на нас могут резко напасть немцы, поэтому одну из армий я увожу в Австрию. Нам нужно очень быстро заканчивать войну с Румынией. Ну вот, наконец-то мы успели разбить Румын до войны с Рейхом, присоединяем все земли, включая Устье Дуная, получаем выход в Черное море и лишь небольшой кусок на западе превращаем в марионетку, попутно отбирая у румынов весь их флот. Перед началом войны с Германией хотел бы порекомендовать собственный телеграм-канал, где вы увидите анонсы новых роликов, анонсы новых стримов, мемы, опросы и какие-то записки из моей жизни, поэтому если вы не хотите пропустить новые видео на канале, обязательно подписывайся на мой телеграм. Когда Рейх требует судеты, он еще не успевает накопить достаточного количества войск, поэтому тот шаблон, который у нас был на 16 ширину фронта с поддержкой арты, ПВО и лопатой позволяет без проблем удерживать немецкие орды, а практически достроенное ПВО в западной части нашей страны сводит превосходство в воздухе безумного художника практически до нуля. Я решаю не отсиживаться в обороне и не ждать, пока Трейти Рейх накопит критическую массу и сам пошел в наступление в районе Селезии, чтобы окружить и захватить город Глевица. И нам это даже удалось сделать. Таким образом, в самом начале войны две дивизии немцев, качественные дивизии, попали в котел и были уничтожены. Из польского города Вроцлав немцы пытаются контратаковать, но мы их на этом поймаем и наше резкое и стремительное наступление приведет к потере фашистами важного узла ослабжения в Селезии. На южном направлении мы пытаемся прорвать оборону нацистов в Мюнхене, но пока я увлекся этим, мне чуть не зашли в тыл немецкие армии по центру, которые, правда, были достаточно быстро выпяты с наших коронных земель. Адольфус Механикус решил начать наступление на всех фронтах с целью убить об нас всю свою снарягу и рекрутов. За проявленную инициативу в бою дам ему пирожок. Спасибо, что приближаешь нашу победу. По равнинам продолжаем продвигаться в районе Селезии, правда, немцы постоянно контратакуют и в целом на данном направлении у нас не самая выгодная позиция, но выбирать не приходится. Нужно рваться к Берлину. По потерям, на удивление, 3 к 1 мы потеряли гораздо меньше людей, чем 3-й рейх, хоть и начали эту войну со стремительной атаки. Наш генерал становится экспертом по импровизации. Самый нужный перк, скорость, это все. В Селезии нам удается закатлить еще 2 дивизии, включая танки. Следующий шаг к нашей победе. Начинаем постепенно прожимать юг. Здесь наша цель, конечно же, это Мюнхен, поэтому и нам в итоге удается его занять, несмотря на попытки немцев сорвать заход в этот город. Оставшись без узла снабжения, немецкая армия в Баварии будет сильно ослаблена. В целом война идет достаточно успешно, но чтобы приблизить ее конец, я решил подготовить двух отличных шпионов, чтобы создать коллаборационистское правительство. В июле 1939 года мы уже захватили Берлин и рвемся к Померании. Немцы постоянно контратакуют и моя тактика по сути сводится только к одному. К тому, чтобы поймать их на контратаке, не дать восстановить организацию и после их атаки уже самому выбить немчуру с захваченных земель. Таким образом, квадрат за квадратом мы занимаем земли Священной Римской империи. По потерям. Рейх уже положил свыше миллиона солдат, мы потеряли около 260 тысяч убитыми. Дивизии немцев уже очень ослаблены и нам не составляет особого труда уже автопланом дойти до Балтики. Вот Рейх капитулирует, я хочу забрать у него все земли. Германия, да? А также флот. Восточную Пруссию я, наверное, сделаю марионеткой и, в общем-то, все. Однако, я также забыл упомянуть, что когда Рейх потерял Берлин, он внезапно напал на Советский Союз. В чем смысл, спросите вы? Я не понял. Парадокс? Благодаря немецкому флоту мы можем назначить нашего генерала-адмирала Хорти. И если вы это сделаете, то у вас будет ачивка. Правда, я эту ачивку уже получил. Сам я ее выполнил еще давно. Но все равно, это мелочь, но приятно. Поэтому, если вы так сделаете, то получите просто бесплатно практически данную ачивочку. Капнули Рейх мы в январе 1940 года. Наверное, это не самая быстрая война, но я все равно считаю, что это довольно-таки быстро. Учитывая, что я воевал только пехотой, без танков и без самолетов. Далее мы выдвигаем претензии на Италию. И ее захват, я уже думаю, будет достаточно простым. На Балканах мы захватили все земли Муссолини быстро. При этом большая часть войск Италии не собиралась даже эвакуироваться и была уничтожена, естественно, в котлах. После прорыва к Риму в Италии происходит по скрипту уже госпереворот. И мы получаем марионетку, которая помогает нам захватить Италию. И так как мы даже не знаем, что такое высадка, то наш сателлит, по сути, ставит точку в этой войне, высаживаясь на Сицилии. Таким образом, Италия капитулирует. Самое интересное в подписании данного мира, что мы подписываем мир именно с Советским Союзом. Почему с Советским Союзом? Потому что все просто. Третьи Рейх почему-то напал на Советский Союз. Италия почему-то вступилась за Третьи Рейх, когда Третьи Рейх уже был при смерти. Но почему-то Италия не вступилась против нас. Это было очень странно. И несмотря на то, что я держал войска против итальянцев, а какой-то небольшой заслон, тем не менее, Муссолини на меня почему-то не напал. Из-за этого мы теряем колонии. И, по сути, в Африке. В целом, приходится бодаться, как мы видим с вами, по очкам с Советским Союзом. Потому что ему очень хочется почему-то присоединить территории на Балканах. Опять же-таки, логика непонятна. Но приходится вот это все делать, прожимать. И Советский Союз в какой-то момент успокаивается. Правда, ценой того, что мы отдаем ему регионы в Эфиопии, регионы в Ливии. И, в целом, Италию превращаем в свою марионетку, забирая только исконно австрийские земли. Параллельно, кстати, мы забираем также флот. И, в общем-то, я не хочу убивать экономику Италии. Поэтому не буду брать у нее заводы. Итак, хотелось бы подвести итог данной партии. В общем, это эталонное прохождение, на самом деле, за Австро-Венгрию. То есть, мы все успели. Мы не использовали никаких багов. Никаких багов с захватом, там, Судетской области. И так далее, и так далее. Опять же-таки, очень сильно решает рандом. Я проигрывал эту партию очень-очень много раз. Для того, чтобы понять, как же все-таки работает присоединение Чехословакии, присоединение Трансильвании и так далее. Если вы не будете делать ничего, то, соответственно, очень будет высок шанс, что у вас получится именно как у меня. Когда я пытался, когда я старался, когда я улучшал отношения, когда я, там, наоборот, ухудшал отношения. Это не работает. К сожалению, компания Paradox знает, что такое рандом, и рандом работает и воспринимается достаточно буквально. Высокий шанс – все равно, низкий шанс – все равно. Лучше тогда уж ничего не делать, и тогда с большим шансом вы что-то получите. В общем-то, если вам понравился данный ролик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии и так далее, и так далее. Если ролик наберет, ну, давайте подумаем, сколько, 500 лайков, то я выпущу продолжение. Но в комментариях пишите, против кого сначала воевать, против союзников или против Советского Союза. Это тоже очень важно и по факту сыграет на геймплей. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем пока.